Многие художники были поварами Симбиоз кухни и искусства Круглый десерт в стиле Кандинского Ааа, у меня же руки дрожат И самое главное в этом, наверное, цвет Да у них красный повсюду Магия Настя, привет! Привет, Даш! На нас сегодня, мне кажется, лежит очень ответственная и интересная миссия одновременно Поговорить про симбиоз кухни и искусства И про цвет, главное И про цвет, опять же, таким образом мы это скрестим Мне очень интересно, я с таким впервые сталкиваюсь И с тобой, мне кажется, в коммуникации это будет очень-очень интересным Я уверена, что у нас что-нибудь получится И мы проделали очень интересный эксперимент Мы взяли нейросеть, спасибо ей большое И взяли картину Кандинского И пытаемся ее притянуть к тому, что ты будешь готовить Ты сегодня будешь готовить? Я сегодня буду готовить тропическое шу Интересная десертная интерпретация классической французской кухни Вот мы вбили, мы вбили Да Значит, круглый десерт в стиле Кандинского Потому что у него тоже очень много разных геометрических фигур Вот, например, это его картина, видишь? Жаней нейросеть Картина Кандинского Да, да, да А теперь смотрим, что нейросеть в итоге нам предложила по нашему запросу Так Четыре варианта Очень неплохих, на мой взгляд Так, еще вот такое вот Это уже поактивнее что-то Да, да, да В итоге мы выбрали вот такой вот Мне кажется, что очень красивый, активный цвет Да, баланс световой и другой Мне нравится очень Похоже на то, что мы будем делать Мне кажется, да Мы попробуем что-то это скрестить И в итоге сравним с тем, что нам предложила нейросеть И подумаем, насколько это похоже и приближено к действительности Поехали Теперь давай поподробнее расскажу тебе, что же мы будем делать О, да, о, да Самая интересная часть Что такое шу? Это французская, интересная, классическая, заварная, булка, пирожные Большая, интересная, с большим количеством крема Мы ее будем делать в азиатской интерпретации Начнем с того, что будем чистить манго О, это я не умею как раз Для начала тебе нужно будет аккуратно его подсечь И при помощи небольших таких вот очищающих движений, как картошку Ты знаешь, что на самом деле многие художники были поварами, очень хорошими кулинарами Расскажи И сохранили свои книги Я первый раз услышала об этом, думаю, как художники Да, художники абсолютно Я тебе показала, а теперь у тебя миссия такая уже А, у меня аж руки дрожат Рискуй Так, хорошо Например, Клод Мане Знаменитый человек, который, собственно, импрессионизм весь создал Вот он написал свою кулинарную книгу Он очень любил готовить в Париже, да, у него же верни Кстати, мы в тему, потому что шуб французская, ты сказала, пирожные Я поэтому сделала отсылку к этому Да, и вот у него есть целая кулинарная книга, которая сохранилась у рецептов Где как раз вот как Клод Мане кушал, что он готовил Он очень любил это дело и очень красиво это все изображал И Сальвадор Дали, всеми нами любимый чокнутый художник Он тоже обожал кулинарию И, конечно, его блюда выглядят просто крэйзи вообще И знаешь, что интересно? Я задумалась, когда я преподаю студентам в Стэнфуд, здесь, в Академии Я тоже пытаюсь нести философию того, что вы художники Вы должны создавать и творить Нести людям массы какие-то смысловые свои ощущения Передавать это все через самое важное Через ощущение вкуса, через игру красок И, в принципе, мы стараемся со студентами это очень активно разбирать Потому что визуальная картинка тоже должна быть Сбалансированный по цветовой гамме, по каким-то определенным внутри Композиционным решениям в том числе Поэтому мы, как художники, стараемся тоже передавать и делиться своим знамением с преемниками Ты знаешь, я тут недавно услышала фразу, которая меня очень сильно взбудоражила Любить глазами И она настолько про гастрономию, она настолько про то, как шефы создают и прививают свою любовь И передают ее гостю Самая потом забавная гость изначально берет какой-то десерт И смотрит на него и влюбляется сначала визуально, прежде чем съесть А я хотела сказать, что любить глазами это так про искусство, это так про живопись И самое главное в этом, наверное, цвет во всем Потому что цвет это психологически уникальный инструмент, который может передать человеку эмоции художника Например, Василий Кандинский, знаменитый папа абстракционизма У него была целая цветовая таблица То есть он считал, что, например, красный цвет это цвет радости Радости, да А вот фиолетовый, например, отталкивает по его таблице Ну, в гастрономии то же самое по факту У нас красный оттенок, это оттенок возбуждения, да Возбуждение твоих вкусовых рецептов Вау Красный Магия Поскольку у нас тут все залилось красным Сразу скажу, что красный цвет для русской традиции, культурной, это очень важная штука Есть один воспоминание одного иностранца В 18 веке он приехал в Россию Так И говорит, да у них красный повсюду Да вообще красный цвет, это у них синоним красоты Красный это самый аппетитный оттенок Это то, что больше всего привлекает Попробовать можно? Я специально подготовила тебе ложку Я знала, что так будет, поэтому держи Так У тебя право первенство Ой, круто, круто Право первой ночи Ну что ж О, боже Люди, как жалко, что вы не можете этого попробовать Ты представляешь, какое количество там таитянской ванили Это насыщенное, прям вот провкусовое Так нежно А в красном цвете еще вкуснее, да? Да, 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 да Видишь, все Так нежно, вы не представляете Сладенько Так, мы сейчас будем это взбивать Мы сейчас будем это взбивать Для того, чтобы мы собрали наш гастрономический шуб Причем тоже в интересном оттенке Ты сказала про фиолетовый оттенок А я хочу вернуться к другому Который считается самым неаппетитным Ты знаешь, допустим, какой-то? Я не знаю Это синий Это считается самым несъедобным оттенком Потому что его в природе, да? Он не встречается ни в каких продуктах Естественно, он насыпает маги И он не встречается ни в каких продуктах А, соответственно, для мозга Это такой сигнал об опасности Значит, это что-то ненатуральное Ты не считываешь этот, не аппетитный оттенок А вот аппетитный оттенок Я тебе покажу, потому что у нас сегодня десерт этого оттенка Я тебя попрошу угадать Какого же оттенка будет наш десерт? Я уже вижу его, поэтому я знаю, что это будет желтый цвет Ладно, им три бы не удалось сдержать Желтый страшно, тоже аппетитный цвет Интересный, яркий, красивый Захотелось именно сегодня под нашу яркую цветовую тематику его примести И желтый оттенок является одним из тоже, опять же-таки, аппетитнейших оттенков Это природный, это корневая какая-то система Это про цветы какие-то Цитрусы Абсолютно верно Здесь, опять же-таки, он будет очень органичен Кстати, у Кандинского Желтый цвет еще и звучал Звучал как труба Цвет может звучать? Да, у синестетов, у людей, которые слышат цветами музыку У них звучит Вот Кандинский был как раз синестетом И для него желтый цвет, это был еще и звук трубы Так что психологически мы можем воспринять, как звучит пирожное шум Слушай, ну это здорово У нас получается сегодня кричащий, звучащий десерт Интересный, да, десерт очень Вот, кстати, мы говорили о цветах, да, вызывающих, раздражающих или, наоборот, привлекающих А искусство, которое связано с едой, тоже это делает очень активно Еду используют в искусстве именно для того, чтобы вызвать какие-то эмоции Каким образом? Ну вот смотри, в 60-х годах во Франции появилось направление, которое называется food art Так, я про него слышала Прямо конкретно искусство смешалось с едой, да, использует еду как инструмент И один швейцарский художник, которого звали Даниэль Шпюри Да, имена сегодня огненные Тяжелые, но красивые И он сделал уникальную вещь вообще Он пригласил разных знаменитостей Посадил их за столы в ресторане Угостил едой какой-то А потом прервал трапезу И все, что осталось на тарелках, он взял, быстро приклеил к столам, к столешницам Приклеил? Приклеил, покрыл лаком еду, чтобы она сохранилась Открутил от столешниц ножки И у него получились круглые картины, которые он повесил в музее Очень интересно, гастрономическое решение И это, ну, интересно, да, то есть вот с этими остатками еды Остатки еды от какого-то человека определенного, да, как он ест, как он там, что он отгрыз В общем, интересно, и получились работы Он наблюдал за жизнью внутри, получается Так, мы с тобой уже приступаем к сборке и финалу десерта Я уже начинила его большим количеством заварного крема с маракуйей, со свежей Много вот как раз такие кусочки тайского манго И крем на основе таитянской ванили и маскарпоне Теперь, я знаю, что мы будем делать Добавляю туда еще свежую маракуйю Для полного просто тропического взрыва Ну и цветового в том числе Дальше у нас с тобой идет чипс из кокоса Все-таки мы делаем насылку на какой-то азиатский мотив И, конечно же, мечта любого Это вот такой вот букет флориста Из пищевых цветов очень красиво Они сразу добавляют яркие характерные оттенки, детали Все, что ты сейчас делаешь, больше всего похоже, конечно, на абстрактное искусство Потому что вот тоже мелкие детали, крупный какой-то, да, геометрический рисунок А потом мелкие-мелкие-мелкие Это очень красиво И я читала о том, что молекулярная кухня Современная вот эта молекулярная потрясающая кухня Которая тоже очень красиво выглядит Они тоже вдохновлялись работами абстракционистов Типа кондинского И если сравнить эти картину и, например, блюда в интернете То он действительно очень похожий А в свою очередь современный фут-арт, о котором я рассказывала Вновляется молекулярная кухня Видишь, как все смешивается искусство Да, и кулинария очень смешивается Давай прям взорвем еще одним цветовым акцентом Это цедра лаймы Как пахнет, ребята, как пахнет, вы бы слышали Согласись Яркие, насыщенные получаются Прямо лето Тропические для себя тарелки А теперь давай сравним с тем, что нам нейросеть в самом начале продемонстрировала Давай попробуем Просто вот я сравниваю, да, и у тебя гораздо лучше получилось Нет, нейросеть прекрасно У нее свое какое-то Но она же скандинским смешала, поэтому у нее там свое виденье Но это плоско все-таки А здесь вот аппетитно, сочно, свежее И хочется, конечно, это все скорее свистить У тебя будет такая уникальная возможность Тебе больше, хочу сказать Пользуясь преимуществами своей работы Да, да, да Настал тот момент, когда мне все завидуют Вот прямо все завидуют сейчас Вот понимаешь? Понимаю И волнуюсь, Добоже А я волнуюсь, что я сейчас испорчу эту красоту Мне прям так обидно Я очень рада, что мы сделали это вместе Иди сюда маракуйя Иди сюда, родная Смотри, как красиво, ну, Боже А, стой, стой, красавчик Это просто от того, что я очень хочу это съесть Столько стараний Боже мой Почему искусство нельзя попробовать на вкус, понимаешь? Теперь мы решили, что можно Теперь можно Все, ребят, выключайте камеры, я буду это есть Мы расходимся Вот так, руками просто Дашь огромное спасибо Очень рада Очень рада Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому